Культуры и молодежной политики Как я уже отметил, 2014-й выходящий — это год культуры. Какими событиями он отметился в жизни нашего города, наиболее значимыми, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, неблагодарное дело оценивать собственную работу и работу, скажем, подведомственных учреждений, вообще муниципальной, скажем, сферы культуры. Это, конечно, дело, прежде всего, наших жителей города. Для них мы работаем, для них пытаемся, делаем все возможное для того, чтобы создать комфортные условия пребывания в наших учреждениях, чтобы удовлетворить их запросы, чтобы соответствовать вызовам времени. Поэтому, конечно, главную оценку должны, безусловно, вынести архангелогородцы. Но, судя по тому, что с каждым годом у нас растет число посетителей наших мероприятий, которые организуются муниципальными культурно-досуговыми учреждениями. Скажем, на сегодняшний момент, с 1 января по сегодняшнее число, это около 800 тысяч человек посетило мероприятие, организуемое в городе, именно в муниципальной сфере культуры. У нас занимается 9,5 тысяч архангелогородцев в клубных формированиях, всевозможных творческих коллективах, объединениях. С самих таких объединений у нас около 600. Основной контингент детских школ искусств составляет 2400 человек. Всего в детских школах искусств вместе со студиями, которые у нас тоже имеют место быть, у нас занимается около 4000 человек детей. Кроме того, 71 тысяча тоже сотнями. Это у нас постоянные пользователи муниципальных библиотек, то есть наши читатели в муниципальных библиотеках. Поэтому цифры, я думаю, говорят сами за себя. С каждым годом эти цифры растут. Это говорит о востребованности услуг муниципальных учреждений сферы культуры. И это, безусловно, нас радует. Конечно, всегда есть над чем работать, всегда есть что совершенствовать. И мы, конечно, критично относимся к себе и к мероприятиям, которые мы организуем, и к той деятельности, которую мы осуществляем. Стараемся постоянно ее совершенствовать, улучшать, опять-таки, во благо жителей нашего города. Если говорить, скажем, об этом особенном годе культуры, то, что год культуры у нас привнес, конечно, какие-то свои ожидания, скажем, для наших жителей города, здесь я могу сказать, что мы честно работали, честно делали свое дело. Мы развивали те проекты, которые у нас уже имели место. Мы шли дальше. Мы выходили на более широкую географию. Если вы обратили внимание, у нас все больше и больше мероприятий приобретает статус межрегиональных, международных даже. То есть мы выходим шире, уже шире нашего региона, нашего города, безусловно. Чем вот хочется как бы похвастаться даже в какой-то мере? Это, конечно, введенными объектами. Прежде всего, мы открыли к дню нашего города, к 430-летию города, как известно, год культуры и 430-летия нашего города совпали. Мы открыли замечательный объект на проспекте Чумбарова-Лучинского. Это дом традиционной северной культуры Архангелогородская сказка. Так как мы с вами все жители города Архангельска, у нас достаточно в городе государственных музеев, экспозиции, соответствующих в этих музеях, которые несут, скажем, исконную культуру Поморского края. Мы сознательно совершенно сделали акцент на город. То есть мы живем в городе и отразили мы прежде всего в экспозиции, которая, скажем, экспонируется в этом доме, во всей философии этого дома городскую архангельскую культуру. То есть вот это то, чем мы гордимся. И сегодня, безусловно, вот скажем, только что у нас были гости из самых разных городов России. Они были просто в восторге от этого объекта, от тех интерактивных моментов, которые мы предлагаем нашим архангелогородцам. То есть это не просто пассивное посещение созерцания, это включение в процесс, включение именно в культуру городскую, архангельскую. Вот, поэтому этим мы, безусловно, гордимся. Кроме того, введен в эксплуатацию обновленный совершенно зрительный зал Архангельского городского культурного центра. И архангелогородцы тоже оценили по достоинству те работы, которые там проведены. Капитально отремонтирована у нас кровля. Это не так видно, конечно, как, скажем, зрительные залы или открытые новые объекты. Но без этого никуда. И с этого всегда все начинается, скажем, по любому капитальному ремонту любого объекта. Капитально отремонтирована кровля детской школы искусств номер 5. Это у нас район первых пятилеток. И система отопления в культурном центре Цыгламени. Вот отдаленные наши, скажем, учреждения в отдаленных микрорайонах находящиеся. Кроме того, в канун Года культуры мы открыли очень современную, отвечающую абсолютно вызовом времени, самым последним требованием, скажем, самым современным требованием к библиотеке. Это библиотека номер 6, один из филиалов нашей централизованной библиотечной системы в территориальном округе Маймаксанском. Это тоже, так скажем, предмет нашей гордости. Поэтому, безусловно, улучшение материально-технической базы, которая случилась в канун этого года, и благодаря, скажем, трём источникам финансирования. Прежде всего, это, конечно, городской бюджет, региональные средства и средства федеральные. Это, скажем, обновлена база музыкальных инструментов в детских школах искусств. Это тоже нас очень радует. И последние, скажем, торги, и последние поступления по этой программе, финансируемой из трёх источников, они у нас как раз шли именно в 2014 году. В настоящее время у нас ремонтируется зрительный зал культурного центра «Бакарица». Приобретены кресла новые тоже в зрительный зал, которые тоже, собственно, уже абсолютно были, скажем, ну не соответствовали тому времени, в котором мы сегодня находимся. Кроме того, у нас открыт филиал для жителей, филиал как раз культурного центра «Бакарица» для жителей посёлка Турдеева. В настоящее время тоже обустраиваются из резервного фонда мэра города выделены средства, обустраиваются помещения для того, чтобы и теплее, и комфортнее было жителям этого посёлка, вот скажем, в культурном центре, в их клубе, который вот у нас открыт тоже в канун года культуры. То есть, ну вот такая история. И это постоянно продолжается, и постоянно выделяются средства из резервного фонда мэра города на именно улучшение материально-технической базы наших учреждений. Шьются новые костюмы для наших коллективов, чтобы они были, так скажем, достойно представлены на сценических площадках. То есть делается очень многое. Ведь наша задача, скажем, как органы управления культурой, как мэрии города, да, это прежде всего создать условия, безусловно, для того, чтобы творили специалисты, творили наши горожане, для того, чтобы им было комфортно творить на наших площадях, в наших учреждениях. Вот, собственно, этим мы и занимаемся. Ну и если говорить об условиях, то, наверное, стоит упомянуть и условия финансовые, прежде всего. Я имею в виду зарплату работников культуры, как вот сегодня обстоит. Ну, это вот очень актуальная проблема. Вот не ранее, как сегодня, и не позднее, как сегодня, да, состоялась сессия Архангельской городской думы, на которой как раз решался вопрос об увеличении бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда работников сферы культуры муниципального образования город Архангельск. То есть так сложилось, что мы обязаны, безусловно, выполнять указ президента. И контрольная цифра, которую мы должны достичь по заработной плате, средней заработной плате в учреждении культуры нашего города, она составляет 21 251 рубль 49 копеек. Вот мы должны выйти на эту цифру в соответствии с указом президента, в соответствии с нашей дорожной картой. Значит, у нас выразился такой отчетливый дефицит бюджета именно в части выполнения указа президента. И, безусловно, учреждения сами тоже большую, скажем, составляющую пытаются внести повышение оплаты труда своих работников за счет приносящей доход деятельности. Вот это само собой. Но в то же время, вот реально, мы, скажем, могли бы, если вот мы на сегодняшний момент, мы выполняем указ президента, у нас с этим все нормально, но, скажем, к концу года возникла некая угроза, а вытащим ли мы вот эту ситуацию в ноябре и декабре месяце. И вот поэтому сегодня, по предложению мэрии города, мэра Виктора Николаевича Павленко, у нас на сессии были добавлены бюджетные ассигнования в размере 2 миллионов 670 тысяч рублей, вот как раз на цели повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, дабы к концу года мы выглядели достойно, и наших специалистов не разочаровали, и указ президента выполнили в части повышения заработной платы работников сферы культуры. Если говорить об учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, там ситуация несколько иная. Там на сегодняшний момент мы должны достичь цифры контрольной 26 195 тысяч рублей. Если по учреждениям культуры расчет идет непосредственно на всех работников, независимо от занимаемых должностей, то по учреждениям образования, в том числе в сфере культуры, речь идет о преподавателях. Это преподавательская зарплата, контрольная цифра. На сегодняшний момент мы ее выполняем, и угрозы, что, скажем, эта контрольная цифра не будет выполнена, у нас нет. Безусловно, здесь не только, скажем, заработная плата на одну ставку. Есть, скажем, загруженность преподавателей полторы ставки, один и три. И таким образом, собственно, складывается вот эта заработная плата. Вот на такую цифру мы на сегодняшний момент выходим. — Важным вопросом также является и работа с детьми, наверное, даже первоочередным. Вот нам есть в этой связи чем гордиться, какие-то достижения у воспитанников наших детских школ искусств, которые занимаются в Архангельске? — Безусловно, у нас очень высокая планка. И, скажем, ежегодно порядка 500 наших учащихся, это из контингента основного 2400-2500 человек, являются лауреатами, дипломантами самых престижных конкурсов и фестивалей. Если говорить по этому году, я бы хотела обратить внимание на такие фамилии наших ребятишек, на наши юные звездочки, как Пихтулов Никита, Ишенин Владислав, это детская школа искусств, номер 42 «Гармония», Никитина Алиса из пятой школы, это вот опять район первых пятилеток. И, конечно, наша звездочка, которой мы очень гордимся, и которая не разочаровывает нас уже на протяжении многих лет, он же в этом году у нас стал стипендиатом губернатора Архангельской области по именно результатам своих успехов в учебе в школе искусств, это, конечно, Арсений Синюшкин. Это наш известный уже 12-летний гармонист из 31-й школы искусств. Кроме того, 16 декабря мы будем вручать торжественно в лучшем, скажем, концертном зале академическом нашего города в Кирхе премии мэра города, вот как раз лучшим учащимся детских школ искусств по итогам текущего учебного года. То есть это будет торжественная церемония, на которой, безусловно, все ждут Виктора Николаевича Павленко, как человека, который поэтически относится именно к детям, постоянно видит и поддерживает вот эти юные дарования, ростки талантов наших архангельских. Поэтому, конечно, у нас будет такой торжественный праздник как раз честования талантливых детей. Это будут как учащиеся детских школ искусств, так и лучшие творческие коллективы наших культурных центров. Ну, как раз наши звездочки, они наполняют своими именами и номерами и афиши наших культурных центров. Афиши всегда разнообразные. Вот на прошлой неделе в них появился такой интересный пункт, как Архангелогородские гостины, международный фестиваль. Как выбиралась тема этого фестиваля, да? Вот, наверное, это самый главный вопрос. Ну и как он прошел? Наверное, можно подвести какие-то итоги. Но проходил он масштабно, насколько я понимаю. Да, он проходил масштабно, совершенно верно. Это второй наш фестиваль Архангелогородские гостины. Вы знаете, как рождаются эти проекты? Проекты рождаются от анализа ситуации, да? От того, где мы находимся, где у нас есть какие-то пробелы, над чем надо работать, где нам нужно консолидироваться и на что обращать особое внимание. Безусловно, сегодня есть такая проблема именно празднично-обрядовая культура, ее актуализация, ее прочтение, ее современного звучания. То есть это особая тема. Это как раз наш ген, это наш код русского человека, северного человека, не понимая этой культуры, родной, корневой своей культуры, не осознавая, откуда мы, что мы, что значит тот или иной праздник, что за этим стоит, его смысловое значение. Вот понимаете, вот отсюда это все пошло. То есть сегодня есть эта проблема, к сожалению, да? Не всегда мы грамотно используем наше культурное наследие и не всегда мы тактично к нему относимся, да? И вот отсюда родился вот этот фестиваль Архангелогородские гостины. Безусловно, мы пригласили выдающихся деятелей культуры России для участия в научно-практической конференции. Мы не замыкались на городе Архангельске, мы пригласили буквально всю нашу область и все, у кого было желание, имели возможность в этом участвовать. Этот проект у нас идет в рамках регионального проекта «Созвездие Северных фестивалей». Безусловно, львиная доля, скажем, финансирования этого проекта ложится, безусловно, на городской бюджет. Но есть поддержка из регионального бюджета по итогам конкурса, который проводится ежегодно Министерством культуры Архангельской области. Мы с двумя проектами зашли в это созвездие Северных фестивалей. Это Рождественский благовест в Архангельске и это Архангелогородские гостины. Я не скажу, что... Я сейчас буду хлопать громко в ладоши говорить, что все в рамках фестиваля Архангелогородские гостины получилось на 5 с плюсом и дальше работать уже не над чем. Это неправда. То есть на самом деле удовлетворение было просто колоссальное от научно-практической конференции, потому что это на самом деле были очень умные доклады, которые заставляли думать, размышлять и находить, как говорится, для себя пути решения тех проблем, которые я уже обозначила. Некрылова Анна Федоровна это просто авторитетнейший человек в области именно исследования традиционной народной культуры, празднично-обрядовой культуры. Безусловно, для всех было открытием и таким потрясением в хорошем смысле слова выступление на конференции руководителя фольклорного театра «Кудеса» из Великого Новгорода Марины Клавдии и Бурьяк. И опять-таки не меньшим потрясением явилось выступление самого театра «Кудесы» в первый день нашего фестиваля, который, безусловно, тоже очень многим открыл глаза на то, как может наследие культурное быть абсолютно современным, абсолютно актуальным и абсолютно интересным молодым нашим поколениям, молодежи. Вот это был на самом деле мастер-класс для наших специалистов. И два часа сорок минут вот это все длилось на одном дыхании. И, конечно, специалисты получили очень мощную подпитку, как наши, так и из наших районов области Архангельской. Были у нас гости еще и из Костромы, были у нас гости из Великого Новгорода, еще раз повторяюсь, из Санкт-Петербурга. В общем, достаточно такая была широкая география. Скажем, может быть, несколько повторился праздник в Ломоносовском дворце культуры, то есть клюквенный праздник в рамках этого фестиваля. Он не открыли, мы скажем, нового. То есть он добротный, он с очень хорошим посещением, Архангелогородцев. Но нового на этом празднике мы не открыли. Это, скажем, размышления, информация к размышлению для будущего, для совершенствования, скажем, этого праздника в рамках фестиваля. Были моменты, которые очень порадовали в культурном центре Соломбола Арт, в частности, интерактивные экскурсии, которые тоже у нас не являются просто таким, знаете, бездумным времяпрепровождением, а это развивающие, заставляющие тоже мысли детей развиваться. То есть вот эти экскурсии в рамках нашего фестиваля тоже были предложены и представлены, скажем, кудесы, студионные, вернее, студионные заигрыши нашего Архангельского снеговика. Ну, есть отдельные моменты к организации этой программы. То есть говорю честно о том, что как бы разбор полетов у нас еще предстоит завтра, то есть для всех организаторов этого фестиваля, для тех, кто, собственно, имел к этому отношение. Но в целом фестиваль получился, интерес к нему колоссальный, и, безусловно, мы его будем развивать. И сегодня стоит очень острая тема детской традиционной праздничной культуры. Детки наши тоже должны знать и понимать, кто они, откуда, каковы, скажем, истоки культуры нашего города, истоки культуры нашего региона, на что нужно обращать внимание для специалистов, прежде всего, в работе с детьми, и как, собственно, вот опять-таки традиционную культуру сделать интересной, актуальной для наших детишек. То есть это, безусловно, уже тема фестиваля будущего года. Этот фестиваль, я думаю, надолго, ибо он очень актуален, очень-очень своевременен. Безусловно, хочется особое внимание обратить наших телезрителей на наш рождественский благовест в Архангельске. Безусловно, ему быть в будущем году, и он порадовал нас, скажем, и своим размахом, и своей философией, и своим содержанием в уходящем году, в 2014-м. Этот проект тоже очень жизнеспособный, очень актуальный и очень своевременный. То есть это духовная культура нашего города, это тоже традиции. Традиции города Архангельска, города, находящегося под покровительством Архангела Михаила. И вот этой духовной темой пронизан весь наш рождественский благовест, но иначе и быть не может. И вот на будущий год, на 2015-й, собственно, проект уже начинается в декабре и продолжается такими ударными, масштабными мероприятиями 7-8-9 января 2015 года. Вот сегодня, собственно, последние штрихи вносятся в сценарные разработки, начинается уже такая пахота, репетиционная с тем, чтобы удивить архангелогородцев, чтобы всегда привнести в это во все новое. Это наша вот задача, мы постоянно ее ставим перед организаторами наших мероприятий. Почему я сделала акцент на архангелогородских гостиных и на том, что вот нового мы не увидели на Клюквенном празднике. Всегда должно быть новое. Мы не имеем права останавливаться, и всегда должны быть новые нотки, новые темы, новые открытия для архангелогородцев, для тех, кто приходит на наше мероприятие. Иначе мы перестанем быть интересными. И, безусловно, что бы мы ни делали, все делают люди, все делают специалисты. И, конечно, мы особое внимание уделяем повышению квалификации наших кадров. Стара, как истина, скажем, фраза, что кадры решают все, это на самом деле так. И поэтому, безусловно, нужно подпитывать людей новыми знаниями, которые будут мотивировать их на новые, скажем, свершения. И поэтому мы большое внимание уделяем как раз организации научно-практических конференций, когда мы приглашаем ученых, известных, скажем, в той или иной области в сфере культуры, когда мы приглашаем практиков, которые зарекомендовали себя очень таким положительным опытом, прорывами определенными. То есть у нас, скажем, в этом году прошла конференция для преподавателей детских школ искусств на пути к новой школе, очень эффективная, на мой взгляд. В апреле мы провели конференцию для библиотечного сообщества, тоже межрегиональную. И вот сейчас в рамках фестиваля «Архангелогородские гостины» была конференция именно по празднично-обрядовой традиционной культуре, тоже, так скажем, направленная на то, чтобы совершенствовать нашу деятельность в сфере культуры. Если говорить о продолжении этой деятельности, по крайней мере, на ближайший месяц, то приближается Новый год. Как мы его будем встречать, какие будут проходить праздники, что-то принципиально новое, может быть, появится у нас в Архангельске. Ну, елочка у нас уже зажглась в рамках как раз архангелогородских гостин. Что будет дальше? Да, елочка у нас зажглась. Это была елочка первая. У нас будет еще елочка главная, которую мы будем 20 декабря открывать на площади перед зданием мэрии города. В настоящее время разработано уже дизайнерское решение оформления этой елки. И тоже, если вы заметили, на протяжении многих лет мы не повторяемся в оформлении. Это всегда привносится нечто новое, нечто более современное. Постоянно мы это улучшаем, постоянно совершенствуем. По крайней мере, стараемся очень. Кроме того, безусловно, состоится тоже церемония открытия этой елки, но и постоянно такой маленький праздник для детей, прежде всего, для детей и для их родителей. Безусловно, будем праздновать новогоднюю ночь. Будем праздновать новогоднюю ночь в каждом территориальном округе. Это уже традиция. И, конечно, будет общегородское ночное гуляние. Оно уже несколько лет у нас проходит на территории рекреации, зоны рекреации в районе площади мира. Так оно и будет. Новогоднюю ночь главным образом люди выходят поздороваться, встретиться, ощутить вот эту общность, единение жителей одного города. И прежде всего, конечно, люди выходят на улицу ради новогоднего фейерверка. И, безусловно, главный акцент новогодней ночи это новогодний фейерверк. Ну, конечно же, будут и традиционные поздравления Деда Мороза, Снегурочки, и танцы, и игры, и все такое, безусловно. Но главное событие тоже уже на протяжении многих лет зимнее событие это рождественский благовест в Архангельске. Это уже у нас юбилейный будет, пятый фестиваль. И, конечно, это будут ледовые сооружения, безусловно, и они будут другими. В этом году мы постараемся удивить Архангела Городцев и подарить им такое зимнее чудо в виде сказочного рождественского сада. То есть мы не будем строить ледового дворца, но у нас будет сад, который тоже наполнен самыми разными смыслами, именно направленными на добро, на воспитание вот этих чувств добрых по отношению к другим людям. Прежде всего это касается детей, семейного отдыха, молодежи. Кроме того, у нас впервые мы попробуем в рамках рождественского благовеста в Архангельске, который, безусловно, будет включать в себя и концерты колокольной музыки, и концерты классической музыки, специальные постановочные номера, это все безусловно, но мы планируем огненное представление. То есть у нас будет такая рождественская сказка через огненные скульптуры, это мы все сегодня готовим, готовим вместе с нашими художниками города, и, в общем-то, вот это вот чудо, оно будет удивлять наших архангелогородцев, гостей города, вот эта вот история, скажем, в огне 8-го числа, то есть когда мы уже переходим на некую тему колядок. Значит, вот этот момент. Безусловно, состоится у нас и конкурс, фестиваль ледовых скульптур, и на этот фестиваль съедутся ледовые скульпторы из самых разных городов, наши мороженые песни тоже будут иметь место, и, конечно, это тоже никогда не повторяется, это всегда новые шедевры, которые создаются изо льда нашими замечательными скульпторами. Вот это все, конечно, будет у нас. Такая вот новогодняя тема. Ну, в общем, новогодние праздники обещают быть жаркими, яркими на различные события, но надеюсь, что они пройдут как всегда интересно, весело, достойно. Очень надеемся. Очень надеемся. И мне хочется обратиться к Архангелогородцам, чтобы они сами активно участвовали в этих мероприятиях, чтобы они не торопились уезжать из города в эти замечательные дни, ибо наш Архангельск вот в период Рождества это волшебный город, это сказочный город, и вот именно вот здесь надо быть в эти дни, надо быть со своими семьями, надо быть в родном городе, побывать в других странах, в других городах, мы еще успеем. Оставайтесь на Рождество и на Новый год в родном городе. Спасибо большое, Глафира Геннадьевна, я думаю, что это лучшее пожелание в эти предновогодние дни. Спасибо большое за то, что нашли время ответить на наши вопросы, и до новых интересных встреч. Спасибо. Напомню, что гостем программы в центре внимания была начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города Глафира Балеева. Панорама событий в сфере культуры в этом году была действительно очень насыщенной, и ярких красок в нее обязательно добавят наступающие новогодние праздники. Но предвкушая Новый год, не забывайте следить за эфирами на канале ПС. Поэтому до новых интересных встреч, всего доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова